30 лет назад я отучился в институте, получил диплом именно тренера по плаванию и решил себя через такой промежуток времени попробовать. Как оказалось, мне это очень понравилось. Второй год работаю во дворце спорта «Юность», обучаю детей плаванию. Единственное, о чем жалею, это то, что не начал этим заниматься раньше. В первом классе я пошел плавать, доплавался до разряда к кандидатам мастера спорта, как закончил 10 класс тогда, мы же учились до 10 класса. Я пошел на современное пятиборье, где выступал два года по юношеской сборной Советского Союза тогда еще и выполнил норматив мастера спорта. Так что моя вся молодость прошла именно в активном спорте. Ездил по всем республикам тогда Советского Союза, выступали тогда с этим делом, было намного проще и интереснее. И думал, по большому счету, приехав в Инту, я начал работать как фотограф, думал, что со спортом меня больше ничего не свяжет. Судя по разговорам и рассказам бывших тренеров, в Инте всегда было много спортсменов, много результатов и мастеров спорта по плаванию в том числе. Я как минимум хочу, чтобы наши ребята выполняли мастеров спорта, завоевывали медали не только в республике, но и за ее пределами. И на сегодняшний день просто сейчас хотим яхать, по крайней мере, хочу сохранить то, что было. У меня четыре группы спортивных, две младших, одна средняя, одна старшая. Естественно, уже выезжаем на соревнования, ездим по всей республике Коми, выполняем разряды, завоевываем медали. Плавание – это один из видов спорта, который влияет на все. Настолько он прекрасен, развивает тело, развивает координацию. Никогда, скажем так, не будет такого, что не будет потребности в обучении плаванию. Ну, это мое субъективное мнение. Все нравится, особенно работа с детьми. Это, естественно, воодушевление, это эмоции, это результаты. И когда видишь ребенка, который улыбается и говорит, там, я выполнил какой-то разряд, или у меня получилось, там, проплыть первый бассейн, ну, это дорогого стоит. Редактор субтитров А.Семкин